МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Любые попытки его дальнейшего проведения будут пресечены в соответствии с действующим законодательством. Его участники будут привлечены к административной ответственности. Участникам могут быть применены меры физического воздействия. Требуем немедленно прекратить. В соответствии с федеральным законом номер 54 от 19 июня 2004 года является незаконным и незаглазным. Любые попытки его дальнейшего проведения будут пресечены в соответствии с действующим законодательством. Его участники будут привлечены к административной ответственности. Участникам могут быть применены меры физического воздействия. Начнем по порядку и начнем, естественно, с численности, а потом уже будем описывать то, что случилось, и показывать то, что сможем показать. Численность пришедших на митинг, честно говоря, превзошла мои ожидания. Я, в общем-то, опасался того, что после первого митинга на второй придет мало народу. Народу пришло в Уфе очень много. Очень сложно, на самом деле, оценивать численность. Кто-то говорит, что это 2 тысячи, кто-то 3 тысячи, кто-то говорит, что это 5 тысяч. Но, наверное, 5 тысяч все-таки не было. Было что-то где-то 3-4 тысячи. Теперь о том, как все это проходило и как все это закончилось. Ну, начну я с того, что на этом митинге задержали оператора нашей съемочной группы. И он, к сожалению, провел практически весь день в РОВД номер один в Энорсе, в приятной компании. Но, тем не менее, не смог сделать нам уникальных, хороших кадров, о чем я сожалею. Но, тем не менее, я там сам лично присутствовал. И, ну, что-то могу описать, что-то могу показать при помощи кадров моих коллег или очевидцев, которые там присутствовали. Режим на обед, да, снимка, пожалуйста. Начиналось все довольно странно. На Аграрном университете около Дворца молодежи было столько полиции, что, ну, вообще, это поражало воображение. Вдоль дороги стояли автобусы баш-автотрансов, в которых сидели крупные силы полицейские. Я не знаю, каким образом был проведен конкурс для обеспечения этого мероприятия силами баш-автотрансы. Кто заплатит за это, вероятнее всего, наверное, все-таки жители республики, в конце концов, заплатят за вот это вот обогрев полиции в автобусах баш-автотрансы, но до конца не уверен. В общем, полиция была немерено много, и людей не было никого. И потом потихонечку, где-то после 12-ти начала собираться не очень большая толпа, тут же произошли какие-то задержания. Как ни странно, задерживали в основном женщин. На моих глазах задержали там женщину преклонных лет, которая о чем-то беседовала с полицейскими, потом ее стали винтить и за руки за ноги потащили в автозак. Потом задержали какую-то девушку с неимоверным цветом волос. Некоторое количество было задержано там, около аграрного университета. И потом колонна пошла вниз в сторону центрального рынка и начала заметно увеличиваться. Колонна двинулась вниз по улице 50-е от октября. Отличительной чертой вот этих обоих митингов, который был 23, и который был сегодня 31 января, было то, что в процессе шествия количество участников заметно прирастает. Видимо, здесь причина в том, что часть людей стоят поодаль в каких-то переулках на каких-то ответвлениях, не выходят на место сбора, а присоединяются к шествию в последующем. То есть уже в итоге, когда протестующие пришли к Белому дому, там, конечно, уже было число сильно больше было, чем в начале, около аграрного университета. И вот тут началось самое интересное. Белый дом в этот раз готовился существенно основательнее, чем в прошлый раз. Полностью были перекрыты доступы к входам в Белый дом, и площади перед зданием правительства были блокированы металлическими ограждениями. Численность вот этого спецназа, так называемых космонавтов в касках, в шлемах, в бронежилетах, в каких-то там усиливающих каркасах, их была абсолютно неинаверная эта численность. Сотни людей, сотни бойцов в этих лаковых шлемах там были. И плюс к этому было немыслимое количество полицейских. Среди полицейских я расслышал такой разговор. Кто-то из старших из начальства выкрикивал о том, что кто-нибудь есть из сотрудников Уфимцы. То есть, что говорило о том, что сотрудников полиции свезли, в общем-то, со всей республики. Повторюсь, численность их была так велика, что, ну, там, во-первых, они стали через метр, прямо оцепляя Белый дом. То есть, вот, подобного уровня страха власти перед происходящим я, честно говоря, не припоминаю. Таким образом, ну, вообще-то, ведут войну. А вот в этот раз, с кем эта война была, так и осталось непонятно, потому что численность, ну, какой бы она ни была большой, она не была наверняка опасна для того, чтобы, ну, люди могли взять штурмом Белый дом. Но, видимо, у страха глаза велики, и вот пришлось вот так вот огораживаться. Теперь немного о составе протестующих. Я обратил внимание на то, что в этот раз молодежи было существенно больше. Процентное содержание людей среди протестующих, там, скажем, моложе 30 лет, было сильно больше, чем в прошлый раз. И это говорит о том, что все усилия властей на тему, там, заманить их на Элвен и Грея или еще какой-нибудь билибердой отвлечь, они не увенчались успехом. В том числе и блокирование общежитий тоже, видимо, не сработало. И в этот раз акция была действительно молодежной. Провокации на мероприятии, безусловно, были. Лично я видел какие-то странные группы молодых людей в фиолетовых масках, которые, ну, как предполагают, относятся к какому-то фанатскому объединению одного из уфимских футбольных клубов. Так вот, эти молодые люди как раз были, в общем, не протестантами, а людьми, внедренными в эту массу протестующих. Кто-то мне говорил о том, что они намеренно толкают людей, чтобы те врезались в полицейских, и это стало неким поводом для задержания. В общем, вот такие провокации были. Не могу сказать, что они были массовыми. Нехорошо, что опять привлекают тетушек. То есть, вот эта вот манера Александра Геннадьевича Сидякина как организатора всевозможных подобных мероприятий, она здесь прослеживается. Я полагаю, что за этим стоит действительно кто-то из Белого дома. Возможно, и сам Сидякин, не берусь утверждать, но, конечно же, все это делается под эгидой вот этого вот внутриполитического блока. Помним, да, как Хабиров сказал, что у либералов нужно отнять повестку, и как он похвалил вот этих вот ребят из Движения Республики за то, что они отбирают у либералов повестку. Теперь, видимо, отбиранием повестки займутся спортивные фанаты. Еще одной отличительной чертой сегодняшнего митинга было то, что в Уфе стали блокировать интернет. Это впервые случилось, и это абсолютный факт. В центральной части города интернет практически не работал на мобильных устройствах. Кое-как работал стационарный интернет. Вот даже сейчас я записываю это видео. Вынужден выехать километров на 7-8 от центра города, чтобы иметь связь с YouTube, чтобы записать вот эти кадры. Это, конечно, возмутительная и пугающая история. Надо, наверное, разбираться и пытаться предъявить претензии тем операторам, которые эту связь обеспечивают. Если они идут на поводу у властей, то они должны отвечать рублем за это все. Я не хочу пользоваться сотовым оператором, который будет мне отключать интернет на телефоне тогда, когда его попросят об этом какой-нибудь Сидякин или еще кто бы там ни был, кто из тех, кто пытается противостоять этим массовым мероприятиям. На самом деле это глупо и опасно. Этого делать нельзя. Отключение интернета – это первый шаг в бездну, на самом деле, к разрушению инфраструктуры, к прерыванию нормальных деловых связей и так далее. Но, тем не менее, мы стали сейчас свидетелями того, как в Уфе впервые начали отключать интернет из-за того, что сложилась какая-то напряженная ситуация в общественно-политическом пространстве. Но, как говорится, то ли еще будет, что мы будем ждать дальше от властей, я не знаю. Возможно, нам отключат не только интернет, но и электричество в ближайшее время. Но акции продолжаются. И главный вопрос, как говорится, повисает в воздухе. Главный вопрос, конечно же, это то, будет ли третья акция, а за ней четвертая и пятая. Не знаю, какое тактическое решение будет принимать штаб Навального в Москве и по всей России. Безусловно, они показали, что они могут вывести очень большое количество людей и на улице. Безусловно, они показали, что количество недовольных в России, то, что мы видим сегодня на кадрах из Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, многих других крупных городов, но и, естественно, Москвы и Уфы, это говорит о том, что недовольство населения властью, вовсе не объединенное Навальным, а естественное и природное недовольство, оно достаточно высоко, оно нарастает. Власть испугана и окружает себя космонавтами и железными заборами. Не знаю, куда это все придет, но, в общем и целом, конечно, обстановка очень тревожная. Как колония попыталась корвать отчетление, Продолжение следует... Продолжение следует... Полиция вытесняет... Получается, те, кто шли в авангарду, так или иначе рассеяны и уже задержаны. Люди, видимо, здесь менее решительные, они уже обвинулись назад. И здесь возникает цепочка. Отпускай! Попытки его дальнейшего проведения будут пресечены в соответствии с действующим законодательством. Итак, после попытки прорыва ОМОН и полиция пошли к решительным действиям. Уже несколько человек вот так вот буквально несут, вот девушку несут. Идем, идем. Вот выдергивают уже людей. Уже пару десятков человек я примерно вижу. Надержания продолжаются. Причем люди не только в форме это делают. Вот здесь вот оцепление. Причем в основном я вижу, что молодежь задерживается. Причем в довольно жесткой форме. И там и сям полицейские действуют. Кстати, в день пройдет медосмотр, вы будете, блядь, потом в совмаганах служить. Я никому из вас медосмотру не подпишу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!